Не каждый решится покинуть пределы Беларуси этой осенью. Причины вполне объяснимы. Помимо пика показателей по заболеваемости COVID-19, пограничные службы нашей республики и других государств предъявляют ряд обязательных требований. Однако сотрудники Брестского автовокзала делают всё, чтобы такая возможность сохранялась. В настоящее время у нас возобновлены рейсы в республику Польшу, Украину и Литву. В Польшу у нас ежедневно отправляются около 30 рейсов, в Украину 2-3 рейса и в Прибалтику 1 рейс в неделю. Пассажирам предъявляется ряд требований. Для того, чтобы посетить республику Польша, нужно выехать любые граждане, но пускай только белорусов. Точно так же посещение Украины. Могут выехать любые граждане, а въехать только белорусы. Требования особые по польской стороне студентов пропускают по студенческим билетам, рабочих, которые там работают по приглашениям. В Украину по медицинским страховкам и, естественно, при въезде в Республику Беларусь это карантин 10 суток. Также для осуществления поездки на территорию другого государства необходимо обладать и убедиться в наличии действительных документов, гарантирующих законное безопасное следование пребывания за границей. Одним из требований ряда государств является наличие обязательной отметки с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию. При выезде из-за границы в настоящее время большинство стран требуют наличия справки об отсутствии коронавирусной инфекции, так называемое ПЦР-обследование. На территории Брестской области это обследование проводится в нашем областном центре генэпидемиологии, вирусологической лаборатории и в Баранческом зональном центре генэпидемиологии. Для этого гражданин может выйти на наш сайт, подробная информация представлена, что он должен представить при обращении, но это обследование нужно предварительно записаться, высчитать день, когда вам нужно, чтобы у вас был результат, потому что вы сегодня обращаетесь. Мы делаем забор материала, это мазочек, на зафарингеальный из носа и ротоглотки берем мазок и на следующий день уже известен результат. Забор материала проводится в нашей лаборатории на площади Свободы 9. После получения отрицательного теста на коронавирусную инфекцию вам выдадут сертификат международного образца на русском и английском языке, который необходимо будет предъявить при прохождении пограничного контроля. Также при пересечении государственной границы в период пандемии внимательно подойдите к оформлению медицинской страховки. Большинство иностранных государств требует полис медицинского страхования, который будет действителен на весь срок пребывания за границей. На данный момент консульство запрашивает такое требование, что в страховых полисах обязательным условием является скорая неотложная помощь COVID-19, если вдруг человек заразится за границей. В наших страховых полисах как раз-таки этот пункт прописывается, то, что может покрываться и лечение, это как будет более расширенная страховка. Перед выездом за границу стоит внимательно изучить информацию о государстве предстоящего пребывания. На случай непредвиденных ситуаций сохраните контактные данные дипломатического представительства или консульского учреждения.